В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. На повороте с Каширского на Володарское шоссе появилась новая разметка. В ближайшее время мы также проведем дорожный эксперимент, в рамках которого левый поворот с Каширского шоссе будет сохранен только для общественного транспорта. На станции Калинина проведен очередной профилактический рейд. Нужно как-то со школы, наверное, обучать технике безопасности, манере поведения. Лауреаты премии Ленинского городского округа 2022 года стали участниками проекта «Стихи живут повсюду». Большая ты Россия, и вширь, и в глубину. Как руки не раскину, тебя не обниму. На повороте с Каширского на Володарское шоссе появилась новая разметка. Также здесь планируется изменить направление движения транспорта. По замыслу авторов проекта это призвано уменьшить традиционные пробки, возникающие на перекрестке. Вместе с коллегами из телеканала «360» наш корреспондент Максим Козлов разбирался в грядущих изменениях дорожной обстановки. Ранним утром, когда производилась съемка, на перекрестке вполне свободно, но местные жители знают, что настоящий ад здесь начинается либо вечером, либо в выходные дни, когда все устремляются за город. Здесь ежедневно происходят мелкие ДТП, связанные с перестроениями из нескольких рядов в один. Люди, пытаясь с Каширского шоссе повернуть на Володарское, нарушают существующую разметку и из трех-четырех рядов поворачивают в один, притираются и блокируют полностью движение. Чтобы чуть уменьшить пробки, дорожное полотно со стороны Москвы расширили до четырех полос, но проблему это решило лишь отчасти. Тем более, что водители, нарушая правила, совершают поворот с трех полос. Вечером здесь можно провести несколько часов своего времени, начиная с поворота, так как происходит следующая ситуация, само движение парализуется тем, что поворот не может принести, само много машин проехать, а также сам поворот происходит не с одной полосы, а, как правило, взаимодействует полосой три. Ночью, чтобы не делать помех для проезда транспорта, здесь появилась дорожная техника. Задача у подрядной организации непростая – закончить работы до наступления утра, когда люди поедут на работу. Проводится работа силами специализированной организации по переразметке проезжей части Каширского шоссе и Т-образного перекрестка с Володарского шоссе. Проводится работа по переразметке в части нанесения выделенной полосы. Вот так выглядит обновленный перекресток сейчас. Было принято решение провести переразметку, сделать понятные направляющие линии, а самое главное – установить комплекс фото-видеофиксации нарушения установленной разметки. Но это только часть предпринимаемых мер. В ближайшее время мы также проведем дорожный эксперимент, в рамках которого левый поворот с Каширского шоссе будет сохранен только для общественного транспорта, а заезд на Володарское шоссе для личного транспорта будет осуществляться через дорогу А-105 Москва-Аэропорт Домодедово. Чем закончится этот смелый эксперимент, мы узнаем совсем скоро. Напомним, что и на участке Володарского шоссе до пригорода Лесное дорожная полоса расширена до двух полос в каждую сторону, что также призвано помочь в решении проблем автолюбителей. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Несчастные случаи на железной дороге, к сожалению, не редкость. Администрация муниципалитета, представители органов внутренних дел и профильных ведомств ведут совместную профилактическую работу, чтобы свести к минимуму трагедии на путях. Об очередном проведенном рейде на платформе Калинина расскажет Дмитрий Книга. На железнодорожных станциях, расположенных в Ленинском городском округе, продолжаются профилактические рейды, направленные на повышение безопасности пассажиров. С начала года на путях погибло уже 8 человек. Стоит отметить, что двое из них пополнили этот печальный список на станции Расторгуева за минувшие выходные. В каждом случае трагедия, но в основном люди не внимательны. Когда находятся на железнодорожной инфраструктуре, надо все-таки быть внимательным, смотреть по сторонам и даже излишне. И хотелось бы всем людям сказать, когда они все-таки находятся на этой инфраструктуре, на железной дороге, чтобы всегда думали о своих близких. На этот раз участники рейда напомнили пассажирам платформы Калинина о необходимости соблюдать правила перехода через железнодорожные пути. Им раздали агитационные листовки и предупредили об ответственности за нарушения. Данное мероприятие, которое проводится на определенных станциях, направлено на пересечение административных правонарушений, а также детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Естественно, у нас зачастую часто граждане нарушают переход железнодорожных путей. Это переходит в неустановленных местах, залезает на платформу, уходит по железнодорожным путям. Летом в результате несчастного случая на платформе Калинина погибла 12-летняя девочка. Местные жители знают об этой трагедии и поэтому с пониманием относятся к рейдам по безопасности и поддерживают их проведение. У меня у самого четверо детей, поэтому на месте родителей я все время ставлю себя, ну, как бы, с другой стороны смотрю на себя, да. Мне жалко родителей, те, которые потеряли ребенок, очень жалко. Поэтому нужно как-то со школы, наверное, обучать технике безопасности, манере поведения. В таких местах. И я думаю, все будет хорошо. Совместная профилактическая работа будет продолжена. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сегодня у нас в студии Анна Молодцова, генеральный директор компании по организации мероприятий, лидер сообщества «Нежный бизнес» Ленинского городского округа, председатель комитета по работе с партнерами и спонсорами Союза содействия женскому предпринимательству и директор центра массажа Татьяна Бочарова. И мы поговорим о работе сообщества «Нежный бизнес». Анна, Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, первый вопрос к вам. Расскажите вообще, что это за сообщество «Нежный бизнес»? Сообщество женщин-предпринимателей, организованное в 2019 году. Наше сообщество сейчас размещается в 54 городах по Московской области и в 10 городах по России. Мы помогаем женщинам развиваться гармонично и экологично, продвигая свой бизнес и свои инициативы по пути развития. Татьяна, а вы, получается, член сообщества «Нежный бизнес». Как давно и какие привилегии для вас? Я достаточно молодой член сообщества. И мой центр «Мечта бьюти» открыт, он центр массажа, не так давно. Это 15 июня этого года. И вот здесь хотелось бы выразить огромную благодарность сообществу «Нежный бизнес» Ленинского городского округа, с помощью которого было достаточно качественно, грамотное открытие с привлечением первого заместителя главы Ленинского городского округа Гравина Альберта Александровича. И то, что моему предприятию уделили достаточно большое внимание и значение. Так как все-таки деятельность направлена на укрепление и усиление здоровья населения нашего. Анна, скажите, может быть, какие-то еще возможности открываются для ваших участниц? У нас достаточно много возможностей. У нас есть две ступени развития нашего сообщества. «Нежный бизнес» и членство в союзе «Содействие женскому предпринимательству», которое уже расширяет горизонты и дает перспективы развития с помощью наших уже наработанных знаний, привлечения средств массовой информации, дополнительных возможностей работы с администрациями в муниципалитетах, участия в фестивалях, выставках, выездных мероприятиях. Очень много всего предоставляется нашим девушкам. Какие ближайшие мероприятия? Да, ближайшие мероприятия в сентябре у нас планируется 29 числа. Большой форум по женскому предпринимательству в Ленинском, точнее, извините, в Люберецком городском округе при администрации соберется более 350 человек. Не только сообщества приглашены, а девушки, имеющие отношение к бизнесу. Будет выступление, большое количество спикеров будет выступать по интересным темам. Три секции «Создавай», «Продвигай» и «Преумножай», где можно будет получить массу полезной информации. Это и, конечно же, возможность знакомства, получение возможности реализации каких-то своих идей, проектов, клиентов, инвесторов и так далее. Также у нас планируется и вечерняя ВИП-сессия, где могут уже заключаться договора. И это уже, ну, такая непосредственно большой плюс для членов НКО. 30 сентября у нас планируется финал конкурса «Нежный грант», который стартовал в мае месяце и полуфиналы прошли в августе по всем муниципалитетам. У нас выявлено 29 финалисток, которые представят свои бизнесы и проекты в Москве, в гостиничном комплексе «Измайлова». Тоже всех приглашаем и ждем присоединиться. Спасибо большое, Анна, Татьяна, что сегодня пришли к нам в студию. А я напоминаю, что у нас в гостях были представительницы сообщества «Нежный бизнес» Анна Молодцова и Татьяна Бочарова. Во время празднования дня рождения города Видное и Ленинского городского округа у кинотеатра «Искра» свою площадку разместил магазин «Перекресток», сотрудники которого в этот день угощали гостей блюдами от шеф-повара и приглашали поучаствовать в увлекательной викторине. Мероприятие посетила и наша съемочная группа. Подробнее в репортаже Юлия Погасьян. Это официальная площадь, города Видное. Друзья, руки вверх, кто готов? Площадка магазина «Перекресток» на дне города и округа была одной из самых ярких. Хорошее настроение задавал ведущий праздника. Викторина сразу привлекла внимание гостей. Для нас вот эта активность является уже не просто каким-то опытом, а связью с людьми, потому что мы уже не просто «Перекресток», мы уже вышли на тот формат, когда мы предлагаем покупателю продукцию ЗОЖ, мы предлагаем свою линию по производству готовой кулинарии. Многие из которых гости могли попробовать прямо на праздники. А рядом со мной приглашенный компанией «Перекресток» шеф-повар Иван Григорьев, который из свежих продуктов сегодня здесь готовит конопе. На основе овощей, точнее сказать, фруктов и сыра. Интересное сочетание сыра и сладкого арбуза. Это сейчас модно, это вкусно. Это старое классическое сочетание, родом из Италии, которое пришло к нам, наверное, в веке 16-го. Но люди об этом мало знают. И таких секретов в этот день шеф-повар открыл немало. Угощал гостей интересными закусками на скорую руку, которые может приготовить каждый. Достаточно в ближайшем «Перекрестке» приобрести несложный ассортимент продуктов. С каждым годом его качество продукции улучшается, открываются новые филиалы. И вот в последнее время я, например, замечаю, что качество продаваемой свежей рыбы улучшилось, и ассортимент намного улучшился. Ежедневно «Перекресток» посещает более трех тысяч видновчан. Многие из них присутствовали на празднике и с интересом знакомились с новинками магазина. Занятие нашлось и для самых маленьких. Дети развлекались на мастер-классе по изготовлению подделок. Все замечательно, все супер. Это приятно, что в городе есть такие замечательные предприятия. Подобные мероприятия сотрудники магазина планируют продолжать. Сейчас к старту готов проект по обучению покупателей правилам здорового питания. В ближайшее время появится как раз-таки расписание наших лекций. Будет ездить, уедет на трюцовок, который расскажет о правильном питании, и подберет вам продуктовую корзину. Вы сможете узнать все секреты, как быть здоровым, классным и в тонусе. Видном аж пять магазинов «Перекресток». Их сотрудники каждый день ждут жителей к себе в гости. «Перекресток» – это всегда качественные и свежие продукты. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Сановская, «Видное ТВ». Лауреаты премии Ленинского городского округа 2022 года стали участниками совместного проекта историко-культурного центра и телеканала «Видное ТВ» «Стихи живут повсюду». Герои очередного сюжета прочитали стихотворение Евгения Евтушенко «Большая террасия». Основная часть съемок 39-го по счету сюжета в рамках проекта «Стихи живут повсюду» проходила в историко-культурном центре. Именно здесь более трех лет назад у сотрудников учреждения и возникла идея создания цикла репортажей, где трудовые коллективы читают произведения известных поэтов. Очередными участниками стали лауреаты премии Ленинского городского округа 2022 года. Для нас очень важно, что такие достойные люди нашего района нашли время и приняли участие в нашем проекте «Стихи живут». Мы очень им благодарны. Это люди разных профессий, разных отраслей, но все вместе они собрались в нашем центре и прочитали стихи. Герои очередного сюжета прочитали стихотворение Евгения Евтушенко «Большая ты, Россия». Большая ты, Россия, и вширь, и в глубину, Как руки не раскину, тебя не обниму. Большие здесь морозы, от них не жди тепла. Большие были слезы, большая кровь была. Большие перемены не обошлись без бед, Большими были цены твоих больших побед. Большая ты, Россия, и будь всегда большой, Себе не позволяй мельчать ни в чем душой. Ты мертвых нас разбудишь, нам силу дашь взаймы, И ты большая будешь, пока большие мы. Как отметила автор проекта Наталья Замарина, все участники с воодушевлением откликнулись на ее предложение. Несмотря на плотный рабочий график, нашли время для съемок. Подумала, ну как же я смогу собрать этих людей, людей занятых, людей, горящих на работе. Но мне удалось. И вы видели, с каким воодушевлением, энтузиазмом эти женщины читали стихи советского поэта. Директор Видновской школы номер 9 Гюльнара Константинова признается, что обожает поэзию. Поэтому согласилась на участие в проекте «Не раздумывая». Я даже на уроках детям читаю стихи. Стараюсь находить на каждую тему и хотя бы небольшие отрывки прочитать. Ну, с детства мне нравится читать стихи, вкладывать в них душу, потому что не всегда обычные слова, сказанные, доходят до людей. А вот стихи, пусть даже если это не твои стихи, они чаще всего доходят. А директору детской школы искусств поселка Развилка Ирине Андрушко, как творческому человеку, всегда интересны подобные мероприятия. Всегда интересно. Мы, в принципе, в школе искусства очень любим все проекты. Мы сами их придумываем, сами развиваем. А когда в готовом проекте, конечно, это большое удовольствие принять участие. Следующих участников, как и стихотворения, создатели проекта всегда держат в секрете. Но обещают, что будет интересно. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова